доброго времени суток мои маленькие любители вокала потяжелее с вами я фауст на на канале friday school и сегодня мы немножечко обсудим куда делся бас видите ли я его забыл на репетиционной точке поэтому вместо него сегодня будет моя верная другая женщина белуча остальная часть видео не переживайте не про это остальная часть видео ну про такого человека как мэрлин мэнс на самом деле это человече и сегодня мы разберем почему и обязательным разберем его вокал но прежде чем мы начнем давайте вы дружно все подпишитесь на наш канал запишитесь на занятия и обязательно поставьте лайк этому видео и расскажите о нем друзьям и еще не забудьте про донейшн алерт все ссылки в описании ну вы знаете по ним проходим делаем все необходимое и живем себе счастливо радуемся жизни господа а мы начинаем а начну я немножко нестандартно начну я не с биографии сабжа а со своей биографии а именно с того момента как я познакомился с таким замечательным человеком как брайан уорнер он же мэрлин мэнсон и так на дворе стоял ну наверно 2002-2003 год я еще маленький такой не формальчик даже не да не формаль где даже и слова такого не знал не формал еще возвращаясь со школы обнаружил интересный следующий факт соседнем доме наконец-то дали воду а в моем доме наконец-то дали канал мтв и господи я просто гигабайты информации вкушал вы не представляете от как-то раз сижу и никого не трогаю и вижу это интересная женщина я про себя подумал вы таким мужским голосом поет но оказалось что это не женщина ну я вроде как услышал про такое имя мэрлин монро и типа я тогда подумал что реально это женщина потому что зовут тоже мэрлин и как мужика могут звать тоже мэрли но я тогда был ребенок совсем и совершенно не знал про такие вещи что есть и матчество и прочее на свете поэтому меня это немножко ну скажем так заинтриговал а что это такое и на следующий день я триумфально забыл чуть позже мне попадается диск тогда было модно передавать друг другу диски с разными там с разными музыкой с разными клипами с разными концертами и вот как раз таки там уже мое представление о мэрли мэнс не сформировалась окончательно потому что там были такие вещи как saint sweet dreams злополучный beautiful people nobody's я буквально я вот в музыку я влюбился видеоряд я не понимал вообще со временем мне начало доставлять вот это вот какое-то странное гротескное безумие которое происходит на экране и более того скажу благодаря мэрли мэнсону я в свое время понял что я немножко понимаю английский чисто вот из-за вот этого вот момента и я подумал он реально про этих женщин поет эй фантазер сука мэрли мэнсон успел побывать первым для меня во многих вещах например sweet dreams это первое что я выучил на гитаре потом был люмен правда и с тех пор я очень люблю как бы музыку марина мэнсона но именно студийную концертов я как-то не касался честно говоря потому что ну не знаю то ли руки не доходили то ли как-то не очень не было интересно смотреть на эти самые концерты выступления единственно что я про его концерты знаю это то что его как-то несли на кресте ну хер ли человек из такого достаточно религиозного окружения родом и то что однажды дмитрий энтео пранканул концертный зал где должен был проходить концерт мэрли мэнсона и сказал что там заложена бомба обам но это все лирика теперь давайте серьезно теперь давайте биографии по классике жанра прежде чем стать эпатажный рок-звездой мэрли мэнсон он же в тот момент еще пока брайан уорнер родился довольно таки религиозном окружении посещал с мамой епископальную церковь и христианскую школу где учителя старательно говорили что надо слушать малиновый звон они прекрасные баллады группы каркас в итоге брайан от такого запрета и стал любить тяжелую музыку позже как утверждает документалка его перевели в обычную среднюю школу и он даже увлекался регби после школы уорнер устроился в музыкальный журнал 25th parallel и одновременно получал образование в журналистике брайан также писал собственные песни и за работу в музыкальном журнале где в его обязанности также входил сбор интервью с музыкантами он скопил достаточно много полезных и интересных знакомств числе которых был и тренд трезнер и знаю начнет с которым они позже будут работать и вот с горя пополам сменяя состав и почти каждую ноту брайан выпустил дебютную демку под названием мэрилин мэнсон and spooky kids и понеслась работа над эпатажными образами концертами и прочим а что у нас там собственно говоря по вокалу так что там по вокалу для начала стоит отметить главное записи живое исполнение разительно отличаются особенно у мэрилина мэнсона поэтому ориентиром запись точно брать не стоит если мы хотим конечно же проанализировать оральные способности нашего сабжа а мы этого и хотим поэтому сразу выделяем следующие элементы которые мэнсон используют штробас скрим манерность с первым как бы все понятно здесь мэнсон очень крут даже более того мастерством штробаса он выдает полноценные партии насчет скрима брайан очень сильно давит но при этом успокаивает давление переходом штробас иногда даже можно услышать как он перепродюсирует сам себя из-за чего немного может не влететь в ноту а вот манерность манерность это то что не позволяет назвать мэнсона чмом видите ли мэрилин мэнсон сам по себе имеет широкий спектр не октав а звуков тут вам и высоко может взять и выполнить какой-то жуткий и это его прям жирный плюс поскольку именно манерность и формирует его узнаваемость мэн манерность и так манерность пения она довольно таки играет важную роль в становлении любого вокалиста технически пусть к вам можно будет не придраться но как бы в плане манерности у многих современных вокалистов с этим есть большие проблемы в плане чего в плане того что широко потребляемый так сказать продукцию он одинаков абсолютно вот но при этом всем согласитесь вокал мэрилин мэнсона вы не спутайте вообще в принципе ни с кем и почему манерность важна манерность определяет ваш штрих ваш почерк вокале ни один вокальный коуч вас этому не научит единственное что он подскажет какие-то элементы какие-то моменты с которых вы можете прыгнуть на манерность того или иного исполнителя того или иного вокалиста но свой стиль вы должны высекать извините меня сами ребят на манерности кстати выезжали многие русские группы которые являются сейчас абсолютными легендами нашего русского рока нежели на технике поэтому можно смело сказать что мэрилин мэнсон ну не сколько вокалист сколько так сказать перфомер то есть что человек больше все таки на концертах выдает нисколько вокальные свои умения они у него есть то есть это и скрим это и штробас это и достаточно у него гибкий голос но вот манерность она перекрывает у него все и ему за эту манерность можно простить многие косяки как бы если вы хотите научиться технически вокалировать как мэрилин мэнсон то милости просим в нашу школу мы даже немножко вам расскажем как высечь этот самый стиль пение ваш личный и чтобы это не гробило ваш голос а на этом у меня все подписываемся на канал ставим лайк этому видео рассказом о нем друзьям проходим по всем ссылкам в описании записываемся на первое занятие она бесплатная и всего вам доброго а